Добрый вечер! Информационную картину дня на канале Россия продолжают вести Магнитогорск в студии Ольга Беличенко. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Водители совершили наезды на пешеходов, которые от полученных травм скончались на месте. Первый случай произошел на шоссе космонавтов. Там сбили молодую женщину. Ее личность до сих пор не установлена. Второй по проспекту Ленина, напротив дома номер 144. Мужчина переходил дорогу не по пешеходному переходу. Наезд на него совершил водитель такси. Правда, он утверждает, что была еще одна машина. Есть сведения о том, что якобы еще один автомобиль присутствовал и который совершил повторный наезд на этого гражданина. Сейчас выясняется, что судебно-медицинская экспертиза дает заключение, что все-таки повреждения тех, которые есть на погибшем, были в результате лишь только одного, скажем так, травматического случая. С начала мая на Магнитогорских дорогах уже погибли 9 человек. По статистике, это чуть меньше, чем за тот же период прошлого года. Но и месяц еще не закончился, говорят сотрудники ГИБДД. И просят очевидцев этих двух происшествий позвонить по телефону доверия ГИБДД. Бывшие работники Джаз-кафе и Дон Суши сегодня вновь сели за стол переговоров. Напомню, на минувшей неделе сотрудники вышли на пикет к торговому центру Джазмолл. Требование выплата заработной платы. Некоторым, по словам самих участников митинга, работодатели задолжали по 120 тысяч рублей. Обе стороны должны были до сегодняшнего дня найти решение проблемы. Удалось ли это, выясняла Гульнара Зиганшина. За столом переговоров бывшие повара и официанты. На противоположной стороне их работодатели. Одни хотят получить свою зарплату за 4 месяца. А это от 30 до 120 тысяч рублей каждому. Другие всячески отрицают сам факт работы этих молодых людей. Вы получали заработную плату, но вы у меня не были ни трудоустроены. Мы продукты получали на капитал. Мы продукцию делали на капитал. Я являюсь арендатором торгового центра Джазмолл. Ситуация осложняется тем, что работодателей двое и оба говорят, что не они набирали штат работников. Мы отвечали... Мы не отвечали ни за что. То есть ЭП Кучумов не вел финансы экономического деятельности. На нем была аренда помещения, на его оборудование. Сотрудников на ЭП Кучумов загассировано не было. ЭП Кучумов был непосредственно, отвечал у нас за кухню. Ребята, которые работали у него, они были взяты им непосредственно на работу. По капиталу у нас отвечал за бар, отвечал за обслуживание посетителей. В принципе, то, что получается, что у нас с этими молодыми людьми никакие договора не заключены. Получается, в кафе обслуживали посетителей и готовили суши и роллы около 20 людей-фантомов. Бороться за свои права до конца решили лишь пятеро из них. Повара и официанты догадались запечатлеть свою работу на видео. Скажите, пожалуйста, вы здесь работаете или просто так мимо проходили? Я здесь себя не стал упрекнуть, давали, я бесплатно работаю. Кроме того, экс-работники заявляют о том, что на них списали огромную недостачу – 80 тысяч рублей. Мы не воровали никогда. И пусть мне 10 тысяч заплатят из моих, но зато это будет мое имя, честно. Ты думаешь, что тебе бумажку дадут? Или об этом будет знать весь город? Или не узнать любой другой работодатель? Между тем завершилась совместная проверка прокуратуры и инспекции по охране труда. За трудоустройство без оформления документов владелец кафе заплатит штраф от 1 до 5 тысяч рублей. В адрес директора ООО «Капитал» было внесено представление об устранении данных нарушений, которое подлежит рассмотрению в течение 30 суток с момента получения данного представления. Ну и на основании вынесенного решения он будет привлечен к административной ответственности. В роли третейского судьи попыталась выступить руководство Джазмола, но Дмитрию Деревянко не удалось решить конфликт мирным путем. В результате обе стороны подают в суд. Экс-работники, чтобы получить свои деньги, один из работодателей – за клевету. Гульнара Зиганшина, Сагид Бакиров, Евгений Грудев, Вести, Магнитогорск. Споры разгорелись сегодня и в общественно-политическом центре. Повод – отстранение должности первого секретаря Магнитогорского комитета КПРФ. Причина, которую указали московские товарищи – невыполнение устава партии. Анатолий Ковалев считает свое отстранение необоснованным, а соратники по партии уверены – здесь не обошлось без помощи оппозиции в самом Магнитогорском отделении. Единственная наша недоработка – это малый рост, то есть прием в КПРФ, отсутствие молодежи. Но это, к сожалению, по всей стране идет. То есть это не есть таким нарушением уставных требований, за которые в данном случае секретаря нужно освобождать от работы. Группа товарищей во главе Зои Ивановны Прониной уже три года третирует партийную организацию. Заявляет твердо и однозначно. Мы сделаем все, чтобы Ковалева освободить от секретарства. Должность первого секретаря Анатолий Ковалев будет занимать до отчетно-выборной конференции. Вы смотрите «Вести Магнитогорск». Продолжаем выпуск. В хирургическом корпусе первой городской больницы начался капитальный ремонт. Все ветхие конструкции идут под снос. Одновременно ведется монтаж новых водопроводов, канализации, электропроводки и окон. Масштабы строительства оценил Сергей Семакин. На реконструкции первой городской больницы трудится уже 150 человек. Выбиваться из графика не с руки. За ходом работ наблюдают не только из Челябинска. И строителям лишний раз объяснять не приходится о важности объекта, о котором знает Путин. Ведутся строительные монтажные работы. Произвели мы демонтаж штукатурки стен 100%. В качестве туда же входят и потолки. Монтаж свели мы 50%, штукатурки сделали. Производим монтаж окон, пластиковых ПВХ. Из областного бюджета на работы выделено 100 миллионов рублей. 50 миллионов добавил город. Их нужно освоить в нынешнем году. На эти средства планируется обновить хирургический и лабораторный корпуса, а также фасады трех зданий. Наша больница является базовой для всего юга Челябинской области. И создание нормальных условий пребывания и приобретения современного оборудования, безусловно, позволит на самом современном уровне обеспечивать медицинской помощи жителей города Майтагорска, прилегающих сельских районов. Ежегодно в первой городской больнице курс лечения проходят более 15 тысяч человек. Глобальную стройку организовали таким образом, чтобы не мешать лечебному процессу. Даже сотни тонн строительного мусора стараются вывозить так, чтобы не мешать больным. На сегодняшний день проведен демонтаж старого штукатурного слоя, которому более 60 лет, порядка 2000 квадратных метров. И это только в левом крыле хирургического корпуса. Здесь ежедневно вырабатывается более 6 кубов раствора. Медлить нельзя, ведь уже 20 июля это крыло должно приступить к работе. Хирургический корпус будет готов к середине декабря. На следующий год планируется строительство здания инфекционного отделения. Полностью больница будет отремонтирована к концу 2012 года. Сергей Семакин, Сагит Бакиров, Вести, Магнитогорск. Сегодня проблемам здоровья большое внимание уделили в Магнитогорском государственном университете. Для студентов и сотрудников вуза факультет психологии провел День психологического здоровья. Организовали различные тренинги, тесты, показали фильмы о взаимоотношениях в обществе. Все желающие могли узнать свои личные особенности, сильные и слабые стороны характера. По тематике мы ориентируемся именно на темы, связанные с психологическим здоровьем личностью. Это и темы, связанные с отношениями полов мужчина-женщина. Для студентов очень важно весной межличностные отношения. Это обучение разрешению конфликтов, преодоления и создания собственного имиджа. Это и темы, связанные с самопознанием. Я учусь, у меня очень много друзей, нужно каждому найти подход. Я считаю, это очень полезные тренинги. Вот люди, которые мне сейчас были, все незнакомые, я с ними начала общаться. То есть просто как будто я их знала уже давным-давно. Для меня, я считаю, это очень нужный вклад лично в себя. Подобные тренинги ориентированы в первую очередь на развитие лидерских качеств студентов, а также снятие стресса, накопившегося за годы учебы. И сегодня же возле Магнитогорского государственного университета состоялось торжественное открытие аллей славы учителей. Участвовали заслуженные учителя России, ветераны-педагоги и учащиеся школ. Во время церемонии установили мемориальный камень с указанием времени закладки аллеи. Напомню, чуть раньше здесь было высажено 55 лип. Эта аллея, эти десятки деревьев, которые вы высадили, это большая память об этих дорогих учителях, которые снятся нам, даже взрослым людям, по ночам. Событие, конечно, знаменательное, очень нужное, потому что до этого времени все равно учитель, выполняя свое сложное, трудное дело, находился в стороне. И нет улицы имени учителя. И вот теперь открыта настоящая целая аллея учительской славы. Замечательно. С момента установки обелиска началась летопись учительской славы, которую пообещали вести ребята из городского парламента школьников. А накануне поклонники современного искусства провели ночь в музее. Городская картинная галерея приняла участие в необычной акции. В честь Международного дня музеев в распоряжении зрителей бесплатно оказались все выставочные залы. Также местные группы подготовили концерт и показ короткометражного кино. На неформатном мероприятии побывала и Елена Астанина. Магнитогорская картинная галерея стала, пожалуй, впервые свидетелем такого события. Классическую музыку заменили тяжелые удары рока, классическую живопись, арт-модерн. Магнитогорская акция «Ночь музея» молода и по возрасту, и по духу. Уже знакомая магнитогорцем выставка Василия Чикашова до сих пор вызывает зрительские споры. Подростковый алкоголизм, наркомания, курение. Пороки общества крупным планом. Более двухсот работ, беспрекрасно описывающие современные нравы. Интересно, на самом деле, когда смотришь, как творят и делают что-то другие люди. Какое-то, может быть, идет сопоставление или осмысление по-своему. То есть где-то ты с чем-то согласен, где-то не согласен. Где-то порой даже поражаешься тому, насколько четко человек может в какой-то простой картине, казалось бы, выразить все видение той ситуации, которая есть. Долгие сборы и настройка аппаратуры, организовать вечерний андеграунд под сводами храма искусства оказалось непросто. Приобщать молодежь к прекрасному решили местными любительскими рок-группами. Ночевка в музее без стандартных палаток и котелков, но обязательно с песнями под гитару, пусть и неизвестными. Скажем, есть такая группа молодежи, которая посещает все-таки картину галереи. То есть я, как бывший педагог, вижу учеников своих, которые часто приходят. Но в основном это, конечно, студенты художественно-графического факультета и дизайна. Какая ночь без вечернего костра? Магнитогорские покорители стихии огни рам четыре года будоражат умы рядовых зрителей. Огненные брызги приправлены едким запахом бензина. Маленькие звезды в закатном небе Магнитогорска. Для зрителей это не опасно совсем, потому что все у нас артисты занимаются уже довольно давно, около четырех лет. Имеют полную координацию в пространстве. Так что уже ничего не отлетает и уже волосы не горят. Ночной поход по музею принес свои плоды и заставил задуматься. По словам зрителей, самой интересной опять стала выставка Василия Чикашова. Правда, поговорить о пороках общества вновь решили за сигаретой. Елена Астайна, Евгений Грудев, Вести Магнитогорск. Новости спорта продолжат программу через несколько секунд. Сборная России разгромила команду Финляндии, а помогли и в этом три Миталурга. Счет в матче открыл Сергей Федоров, а дальше за дело взялись воспитанники Магнитогорской школы. Евгений Малкин прицеливался еще в первом периоде, попасть удалось только на четвертом минуте второго. А через 10 секунд Николай Кулемин вновь заставил ликовать Магнитогорцев. За оставшийся период россияне еще дважды забили. Кстати, опять были быстрые голы с разницей всего 40 секунд. Наша сборная возглавила свою группу, в четвертьфинале ее ждет матч-реванш. Сборная Канады или России. В полуфинале будет только одна команда. Вячеслав Выков сказал, что тренерский штаб сделал выводы. Кто сильнее окажется на этот раз, Магнитогорцы увидят завтра в полночь. А в Магнитогорске определились с участниками домашнего предсезонного турнира. На Кубок Рамазана к нам приедут чемпион последних двух лет Казанский Акбарс, Екатеринбургский автомобилист и Челябинский трактор. Магнитогорск на турнире будет представлен сразу двумя командами – Металлургом и Стальными Лисами. Уже сейчас самым интересным матчем называют встречу двух чемпионов – ТХЛ и МХЛ. Мария Друнина, Вести, Магнитогорск. Такими были события сегодня. Далее прогноз погоды на завтра. Вы смотрели Вести, Магнитогорск. Всего хорошего и до встречи. 20 мая синаптики обещают. В Фершенпенуазе ночью 3,5, днем плюс 10-12 градусов. В Кизельском районе ночью около нуля, днем 9-11 градусов тепла. В Верхнеуральске ночью 2,4, днем 11-13, выше нуля. В Абзаково ночью до 5, днем до 12 градусов тепла. И в Магнитогорске облачная погода, временами дождь, возможно, гроза. Температура воздуха ночью 2,4, днем плюс 9-11 градусов. Субтитры подогнал «Симон»!